приступаем к росписи декоративной подушечки сюжет букет тюльпанов есть два две подушечки они идут парные но букеты тюльпанов расположены по разному значит здесь обратите внимание есть внешний круг там где сеточка есть пространство вот в середине круга и сами цветы мы будем рисовать так чтобы цветы были самым светлым сюжетом пятном дальше пойдет светло коричневый цвет и дальше темно-коричневый либо можно светлые тюльпаны серый цвет фона и черный цвет за за кругом скажем так то есть тюльпаны должны выделяться наиболее ярко от темного и середина композиции светлая этот этот эта схема прилагается вы ее можете взять в любой группе которая под видео указано в яндексе ой извините в фейсбуке в одноклассниках вконтакте там есть альбомы схемы рисунков моих видео мастер-классов так называется вы можете зарегистрироваться в любой из этой открытой группе и взять эту схему затем при помощи копировальной бумаги да перевести и и что я рекомендую еще сделать это взять краску хочу напомнить что пользуемся краской для текстиля краски для ткани можно взять оранжевый белый цвет и сделать такой светло оранжевый тон и обвести все детали там где цветы светло оранжевым цветом для того для чего это все надо для того чтобы мы когда будем покрывать краской не потеряли все эти линии потому что потом сложно будет их найти и скажем так восстановить я вас прошу сейчас когда вы переведете очень внимательно еще раз посмотреть все ли линии переведены особенно линии которые касаются круга потому что если вы сейчас потеряете потом будет достаточно сложно их найти где они находятся то есть вот вверху проходит сбоку но между ними еще есть тюльпаны поэтому посмотрите все ли вы правильно перевели чтобы потом не запутаться потому что если что-то не переведено и и вы запутались не знаете куда идти то пропадает желание рисовать продолжать а восстановить достаточно сложно лучше сразу потратить подольше времени перепроверить все ли перенесено со схемы и светло оранжевым цветом начинать всем все детальки перри а обводить а вы видите потому что это копирка она может быть в каких то местах быть более четко в каких то местах может взять и потеряться и и так будет легче удобнее переводим все тюльпаны светло оранжевым цветом но тут есть еще и линии листьев листья естественно надо светло зеленым почему светло зеленым и светло оранжевым потому что в живописи в росписи по ткани мы идем от светлых тонов к более темным это как в акварели и так обводим все линии безусловно этот рисунок можно перевести не только на декоративную подушечку но можно на ткань одежды можно на шелковый шарфик но тогда уже применять краски для шелка и делать контур контур у каждого цветка делать контур и где разграничиваются оттенки тоже но вы сами смотрите как лучше но если на шарфик или на ткани то тогда конечно надо делать на рамки на рамки поскольку я делаю на декоративной подушечки то между вовнутрь этой наволочки я положила фоамиран чтобы краска с одной стороны не протекала на другую сторону вы можете воспользоваться какой-нибудь другим материалом не обязательно фоамираном положить чтобы краска не протекала значит пользуйтесь краской для ткани такой которая вам наиболее удобно которая доступна в вашем городе купить или по интернету но перед тем как конечно применять надо почитать что пишут с обратной стороны на бутылочке можно или нет разводить водой или специальным разбавителем который тоже выпускает допустим это же компания через сколько часов можно стирать и и так далее и так далее и так далее надо каждой краски смотреть есть краски которые покрывают хорошо а есть краски полупрозрачные так вот в общем и целом я обвела все тюльпанчики и сейчас листья надо будет обвести то есть суть того чтобы просто не потерять эти линии здесь много от стебельков линий на схеме поэтому они очень быстро могут потеряться и при закрашивании а потом будет сложно восстановить где что находится и так значит сейчас я возьму светло-зеленую краску и нанесу на на те линии где идут стебельки все пространство внутреннее которое вне цветов скажем вот это сейчас закрашивать не надо мы его закрасим потом первое что мы сделаем это конечно тюльпаны затем внутренний круг и затем уже внешний круг значит светло-зеленый для росписи тюльпанов я взяла желто-оранжевые тона один оттенок более красный бежевый скажем так бежево-оранжевый как его назвать и скажем так радикально белый я сейчас беру радикально белый цвет радикально белый это значит совсем белый белый и давайте этот тюльпанчик распишем там где есть зигзаг посмотрите на рисунок делаем белый цвет абсолютно белый цвет и у самого основания тоже делаем белый цвет и сейчас скажем так вот проводим белые волнистые линии белые волнистые линии пусть у нас тюльпанчик будет волнистый затем я беру вот такой светло-бежевый цвет и тоже провожу волнистые линии суть того что мы делаем сейчас это разными оттенками оранжевого цвета дать объем и вот самый край тоже бежево-оранжевым цветом то есть он кремовый такой по сути это какой-то бежевый кремовый цвет я думаю что вам хорошо видно если вдруг камера видеокамера искажает цвет то я его называю что это светло-бежевый иногда так бывает что потом просматриваю видео и оказывается что цвет немного не тот сейчас возьмите более оранжевый цвет то есть если это был скажем так более бежевый значит сейчас более оранжевый цвет и смотрите вот мы сделали здесь белое пятно и от этого белого пятна там где зигзаг вниз пустите наиболее насыщенный оранжевый цвет беру ближе к красному красно-оранжевый можно так сказать до нас посередине здесь на схеме была полосочка я более красным цветом по этой полосочке прохожусь но знаете красный он должен все таки быть красно-оранжевый если у вас чересчур он красный то смешайте его с оранжевым цветом суть этого всего вот около белого дать более насыщенный цвет насыщена оранжевый или насыщена красный не забываем что мы всегда идем от более светлых тонов более темным сначала наносится более светлые тона и затем уже более темные принцип росписи по ткани он очень похож на то как рисует акварелью вот эта половинка та вторая половинка верхняя она более насыщенная а это более светлая таким образом мы с вами придаем разные оттенки тюльпанчику тюльпанчик он по сути где-то с желтинкой где-то с оранжевинкой и где-то скажем так более красный оттенок красно-оранжевый смешивайте красный цвет с оранжевым так вот волнистость сохраните пусть она будет эта волнистость красный цвет с оранжевым надо соединить это светлое пятно с более насыщенным чтобы скажем так это сухая абсолютно сухая кисть я еще сделала для того чтобы сделать это соединение более красивым и вот этот край самый край давайте тоже сделаем более насыщенным придадим красно-оранжевый оттенок но это вот белую серединку сохраните так и переходим к следующему вот к этому здесь собственно говоря все то же самое давайте мы сделаем волнистость эта волнистость пусть будет тоже разных оттенков где-то более светлые более темные вот у нас на схеме есть такие петельки можно сказать я беру чисто белый цвет и по линии вот этих петелек я провожу белым цветом пусть будет более светлым а серединку вот между тем что мы сейчас провели белым цветом давайте сделаем это красно-оранжевым насыщенным серединка пусть будет насыщенная и здесь полоски сделаем более оранжевые старайтесь так чтобы все эти полоски выходили из какого-нибудь одного центра так этот центр он здесь потому что дальше идет зеленый стебелек поэтому пусть все исходит отсюда так я опять беру сухую кисточку на ней краска от предыдущего чуть-чуть есть так я немного соединяю все эти оттенки разноцветность она сохраняется но просто она не в таком не так чтобы одна полоса вторая полоса так будет некрасиво сочетайте как нибудь оранжевый красный цвет так как ваша интуиция вам подсказывает это ваш букет и пусть он будет сделан так как вам хочется не всегда надо следовать потому что я говорю делайте так как вам ближе как вам больше нравится если вы считаете что более уместным сделать так то и так то значит делайте по одной и той же схеме можно нарисовать абсолютно разные цветы так переходим вот к такому интересному тюльпанчику у нас падает яркое яркое солнышко поэтому так вот здесь посередине есть разделение я беру оранжевый цвет беру оранжевый цвет и по этой линии провожу ярко оранжевую так эта половинка внизу которая более верхняя сделаем ее насыщенной оранжевым цветом но туда вверх будут более светлые оттенки оранжевую мы делаем скажем так не то чтобы прожилочки но она у нас поскольку этот цветочек волнистый то где то будут скажем пространство более которое более на солнышке и которое более в тенечке так желтый цвет делайте так чтобы он был волнистым интересно поскольку у меня декоративная подушечка она достаточно скажем так ткань очень толстая и впитывает очень много краски то я могу позволить себе брать на кисточку много краски но если у вас ткань тоненькая которая вы сейчас работаете то конечно же на кисточку на кисточку брать очень мало краски а если вы расписываете шелковое что то шарфик у меня этот рисунок есть на шелковом шарфике конечно красками для шелка но я красками для шелка добавляю загуститель и краски становятся скажем так они не расплываются можно рисовать точно так же как я сейчас рисую акриловыми красками точно так же можно и красками для шелка на шелковой поверхности применяя этот загуститель где его взять как правило он продается в тех же отделах где продается краска для шелка лучше конечно брать той же самой компании производителя я использовала ПБО это краски для шелка и загуститель я так же знаю что у других производителей тоже есть поэтому вы выбирайте то что вам больше нравится и беру скажем так вот сейчас белую краску на эту широкую кисточку и начинаю соединять дело в том что краски акриловые они очень быстро сохнут вот особенно если краски очень быстро засыхают поэтому надо немножко делать на палитру чтобы потом лучше добавить чем они у вас как сказать пропадут из-за того что быстро засохли сейчас я красной краской не красной а красно-оранжевой скажем более насыщенной делаю то же самое что мы делали в предыдущем тюльпанчике такие прожилочки тоненькие возьмите самую тоненькую кисточку и не торопясь поработайте вот с этими линиями тонкими волнистыми то есть мы уже наносили волнистые линии а сейчас еще более тоненькой кисточкой сделайте такое разветвление тюльпанчик будет смотреться красивее у вас на схеме есть линии здесь вот в этом месте вы сделаете потемнее покраснее это скажем так это выглядывает уже другой листочек точно так же как и здесь из-под одного лепесточка тюльпана проглядываю другой так у меня вот краска уже практически вся засохла сейчас надо будет дополнить убрать та что засохла краска положить новую роспись по ткани это дело очень увлекательное интересное но оно скажем так кропотливое и затрачивается много времени поэтому я сейчас на этом тюльпанчике покажу вот эти вот все тоненькие линии наверное на каждом тюльпанчике я думаю не стоит это все показывать потому что и так понятно каждый будет все равно расписывать так как он это чувствует каждую линию невозможно повторить по видео да это будет и не нужно не уместно так ну в общем то можно и оставить уже так как есть вот переходим в центр переходим в центр к этому тюльпанчику здесь давайте нанесем белую краску если у вас есть какие то вопросы вы можете написать под видео или написать в открытой группе рисуем на ткани эти группы есть вконтакте в одноклассниках в фейсбуке где вам более удобно там вы можете вступить там есть схемы ко всем видео можете задавать вопросы можете выкладывать свои картины что у вас получилось ну этот у нас не есть исключение скажем так мы продолжаем наносить оранжево-светлые и оранжево-темные краски наиболее волнистыми линиями насколько это возможно но в любом случае закрашивая все пространство то есть чтобы не проглядывался ткань от натуральная это ткань исходная чтобы она не проглядывалась ткань конечно лучше брать сто процентов натуральная но если это декоративная подушечка то ничего страшного если это будет восемьдесят процентов натуральной ткани двадцать процентов добавок это допустимо но если это одежда то конечно лучше брать сто процентов правила для может быть я в некоторых видео и забываю так говорить но правила они одни и те же ткань всегда надо выстирать перед тем как приступать к росписи потому что должны быть убраны клеющие свойства частички вы наверное иногда замечаете что новая ткань она немножечко как как бы накрахмаленная выглядит как накрахмаленная эти вот клеющие вещества они уходят если их постирать перед тем как расписывать ткань станет мягче что-то подсядет когда то давно я в начале не постирала стала расписывать и после этого ткань очень сильно усела стало меньше но за счет красок за счет красок это невозможно было краски мешали усадке и поэтому все получилось скукоженное покореженное то есть сколько бы я не гладила ткань она все равно выглядела какой-то мятой мятой подсобранной такое было ощущение что она выстирана но но не выглажена и что тут не делай ничего не помогает так сет от а до следующей ну вот это рядом находится друг тюльпанчик внизу этого тюльпанчика делаем белый цвет если у вас ткань белая то это не значит что можно взять и оставить натуральную ткань так как есть просто потому что она белая нет все равно белая по белому надо пройтись а если у вас ткань скажем так темная и вы взяли взялись рисовать на ней то сначала первый слой это абсолютно белая краска и затем уже все остальные оттенки если вы будете сразу же наносить краску на на темный фон она у вас будет всегда более темной и не будет яркой как бы как погашенная но если скажем так это задумано изначально чтобы все было более ночной город еще что-то чтобы все было изначально не более темным тогда это имеет смысл не наносить белый цвет рисовать красками по темному фону но если не предполагается чтобы это все было значит первый слой надо сделать белой краской иногда так бывает что вот эти заготовки для декоративных подушечек продаются но не совсем белого цвета скажем иногда бежевого достаточно такого насыщенном бежевого оттенка иногда голубоватого иногда зеленоватого иногда есть какие то такие еле заметные линии клеточки или что то еще чтобы это все не мешало тогда можно так здесь я еще сделаю поярче этот край а и и и и и и и и и в конце можно еще провести перламутровыми красками они придадут большую яркость красоту блеск но если это скажем так уместно если это красиво если это кофта то может быть и не надо никакой блеск это вы сами уже посмотрите и решите но лучше всего начинать учиться на каких нибудь салфетках на декоративных подушках м почему это лучше потому что если вы сразу же будете расписывать платье то или кофту или на джинсах есть конечно вероятность что это все будет испорчено немножко в таком случае будет испорчена вещь одежда которую вы носите поэтому все мои видео мастер классы это либо декоративные подушечки либо салфетки и очень очень мало конечно роспись кофты если вы будете сохранять эти светлые линии и наносить на них оранжевые, скажем так, тоже в виде линии, то это будет смотреться, скажем так, как прожилочки, которые на тюльпане есть. То есть не закрашивая полностью светлый тон, вы наносите более яркий, более насыщенный, тогда это все красивее смотрится. Так, пусть немножко подсохнет, и затем тоненькой кисточкой, красным цветом, красно-оранжевым цветом здесь можно будет нанести красные прожилочки, как мы делали в предыдущем. В самом серединке композиции, вот здесь, сейчас будьте внимательны, чтобы не запутаться, там, где зигзаг, делаем белый цвет, вот по линии зигзага, рядом, где мы наметили, наметили светло-оранжевым, вот рядом наносим белый цвет. Не надо терять зигзаг, пусть он остается. Дальше, вот сюда мы идем, в это пространство, и тоже делаем белый цвет. Затем, есть вот, где соприкасается с тульпанчиком, есть маленький-маленький такой островочек, мы его тоже заполняем белым цветом. Затем, здесь белым цветом. Низ тульпанчика, да, видно, низ тульпанчика тоже белым цветом. Если у вас на кисточку немного, скажем так, зацепилось где-то оранжевый цвет, и получается не совсем белый, а слегка бежевый, это не страшно, пусть так и будет. То есть, сильно белый цвет, он, скажем так, он выпадает из общего тона этой картины. Поэтому белый, который немного смешивается с желтым или оранжевым, это, это вполне нормально. И вот у нас еще есть один островок на схеме, мы тоже заполним белым цветом. И еще раз посмотрите, разберитесь, не забыли ли вы это все перевести, посмотрите на схему. Именно поэтому я предупреждала, что когда вы переведете, все-все хорошо проверьте, все ли было перенесено. Теперь я беру оранжевый цвет, смешиваю с белым, и вот все это пространство, светло-оранжевым, закрываю. К белому цвету пусть подойдет оранжевый цвет. Но не потеряйте этот зигзаг, который был, он придает тюльпану, скажем так, махровость. Пусть он будет. Пусть он будет. На нижнем тюльпанчике тоже оранжевый цвет подходит к белому. Вот в этой части тоже оранжевый к белому подходит, приближается. Вот этот белый участок, он получился между двумя, скажем так, оранжевыми участками лепесточков. И здесь то же самое. На схеме есть между двумя белыми островочками, есть пространство, которое мы закрываем оранжевой краской. Идем вниз, но не закрашиваем тот белый цвет, который был нанесен. Возьмите сейчас тоненькую кисточку. Я беру оранжевый цвет, и давайте вернемся к предыдущему цветочку. Сейчас он уже чуть-чуть впитал краску. И также оранжевым цветом нанесите тоненькие линии, чтобы они выглядели как прожилочки. Если ткань очень сырая, то эти тоненькие линии, они просто будут растекаться, расплываться и все. Именно поэтому есть смысл немного подождать. И то же самое с этим тюрпанчиком. Наносим тоненькие линии. Собственно говоря, можно было ставить так, как есть. Но эти тоненькие линии, они дают ощущение, что у этого тюльпанчика есть прожилочки. Что он декоративный тюльпанчик. Сейчас каких только видов роз и тюльпанов не существует. Иногда посмотришь, и кажется, что это искусственное. Потому что и синяя роза, и голубая роза. То же самое с тюльпанами. Они настолько волнисты, настолько они разнообразны. цветов, что иногда не верится, что это настоящее. Так, и беру я красный цвет. Вот он красный цвет. И то же самое. Так, сейчас красным цветом надо отделить то, что у нас было намечено. И отделить и тюльпанчики между собой тоже оранжево-красным цветом. Пусть границы проходят. И что мы делаем? Посмотрим. Вот от этих белых островочков можно пустить прожилочки вниз. То есть, смотрите, мы нанесли сначала очень светлую краску. И поверх светлой краски мы наносим более насыщенную, более темную, красную. А не наоборот. Это правило надо запомнить. Никогда его не перепутывать. Но если надо придать, скажем так, блик, то тогда имеет место белой краской уже поверх той краски, которая нарисована. Но, опять же, надо смотреть, какое-то изделие. Так, тут тоже главное не переборщить. В своем желании улучшить. Потому что, если человек обладает таким свойством, как перфекционизм, ему будет хотеться постоянно что-то улучшать, улучшать, улучшать. А в росписи лучше что-нибудь оставить, скажем так, недосказанным, чем пересказанным. Ну, не только в росписи, наверное, в живописи, в любом виде живописи, как декоративное искусство, так и академическое. Везде важна эта точка меры, когда надо остановиться. Хотя, конечно, как говорят, картину нельзя закончить. Ее можно только покинуть. Вот этот момент, когда пора покинуть картину, он очень важен. Я думаю, что здесь не существует каких-то определенных схем. Это можно осуществить только по интуиции. Если интуитивно чувствуете, что все хватит, надо верить интуиции. Потому что перфекционизм всегда будет говорить еще, еще, вот здесь, и тут еще. Это очень я сейчас уже увлеклась. Я беру чистую кисточку и вот здесь немножечко растушевать внизу, чтобы не было так, что отдельно белое пятно, отдельно оранжевое пятно и отдельно еще какое-то пятно. Все, скажем так, соединим более-менее воедино. вот сейчас ткань вот сейчас ткань немножко подсохла и уже видно, как ложатся полосочки. Потому что до этого я наносила и все просто растекалось и исчезало. если у вас есть желание нарисовать такой тюльпан вполне можно нарисовать обычными акриловыми красками на обычном холсте. то есть это все необязательно на ткани это все можно и на холсте. в декоративном искусстве есть ну как сказать есть такие парные вещи когда рисуют допустим один тот же рисунок на абажуре и на декоративных подушечках либо картина на стену и плюс декоративные подушечки либо если это одежда то это на шарфике и допустим на кофточке или на платье продолжаем расписывать тюльпаны я хочу обратить ваше внимание вот на такой факт чем выше тюльпаны они более насыщенного цвета красно-оранжевого чем ниже мы опускаемся тем они будут светлее то есть самое светлое пятно это вот эти нижние тюльпаны пойдут то есть ряд тюльпанов которые внизу и один этот захватывается поэтому вы сейчас работаете из расчета того что эти будут у нас еще оранжево-желтые с белыми вкраплениями и чем ниже тем все больше и больше скажем так светло-белого белого бело-желтого одним словом оранжевый цвет тут будет выполнять ту же самую роль которую здесь выполняла красная краска и так я беру оранжевый цвет соединен с белой краской и полностью наношу на поверхность этих двух тюльпанов много краски не делайте акриловой она быстро засыхает и когда засыхает то вот такие вот как я уже говорила что можно этот рисунок нанести на кофточку на шарфик шелковый шарфик шелковый это красками для шелка чтобы легче и проще рисовать на шелке можете использовать загуститель для красок для шелка тогда не придется делать так много контуров чтобы оттенять один цвет от другого эти загустители продаются там же где и краски для шелка для шелка так у нас вот здесь еще есть один мы тоже его сейчас захватим сейчас ткань достаточно мокрая поэтому я беру белый цвет и сейчас когда я его наношу вот это серединка к серединке склоняются кончики тюльпана и все кончики они более светлые то есть белая краска не то чтобы ложилась сверху следующим слоем нет она скажем так она как бы как втирается соединяется со светло-бежевой которая есть здесь растворяется в ней поэтому не получается цвет чисто белый а получается просто светлый цвет то же самое с другим тюльпанчиком верхушечки лепесточков они более светлые на них падает солнце свет поэтому они отражаются более светлыми бликами вы видите я наношу на сырую поверхность и оно не белым ложится светло-светло-бежевым вот серединку этого маленького тюльпанчика которого почти не видно из-за того что он потерялся между другими тюльпанами и сейчас серединку можно сделать полностью белой и сейчас давайте возьмем насыщенный оранжевый цвет и по тем линиям которые у нас на схеме были мы проведем оранжевые полоски что обозначает у нас как один лепесточек отделяется от другого лепесточка и там где мы нарисовали белым чуть пониже надо нанести оранжевый цвет и сделать переход от белого который мы наносили к оранжевому оттенку и так можно сделать можете делать прямые линии как я сейчас и так можно делать волнистыми но главное показать направление что кончики лепесточков светлые и от них идет оранжевый цвет то есть вот белый цвет он скажем так соприкасается с оранжевым цветом мы сразу же видим что есть углубление и тут потемнее где углубление и есть кончик лепесточков более светлый есть то же самое не забывайте что все пространство остальное которое вне тюльпанов оно будет закрашено в коричневый цвет либо в коричневый либо в серый как вы сами решите поэтому края четко сейчас прорисовывайте чтобы не запутаться все идет к серединке и сама серединка белая здесь что у нас также по линиям которые нам даны по схеме и наносим оранжевый цвет если вдруг у вас каких-то линий нет посмотрите сейчас на схеме где они не потерялись и в соответствии со схемой подрисуйте должно получаться эта серединка к серединке идут все лепесточки дальше направление у у тюльпанов и лепесточков направление идет с двух сторон скажем так и слева и справа все идет к центру я взяла немного красной краски сейчас я покажу вот у меня есть оранжевая я в нее добавила красный можно еще желтый чтобы не было таким красным то есть чтобы на тон оранжевый был потемнее чем тот который мы сейчас нанесли и еще раз по этим линиям я прохожусь на тоненькая кисточка и красиво если вам нравится рисовать то эта композиция тюльпанов она с одной стороны кропотливая но с другой стороны дает очень много возможности для фантазии можно тюльпаны нарисовать желтые оранжевые красные можно больше дать белого и желтого пусть будут желтые тюльпаны без каких-либо красно-оранжевых проявлений все это будет зависеть от того как у вас пойдет настроение вот здесь у нас тоже есть линия давайте мы ее обозначим вот смотрите я сейчас наношу красный цвет для чего я это делаю вот лепесточек он наверху а там внизу от лепесточка есть скажем так углубление и оно более темное то есть вот лепесточек заканчивается здесь он этот треугольничек будет белый точно так же как и этот а после него если мы наносим красный цвет то это дает больше объемности то есть так оно выглядит очень плоским некрасивым и неинтересным а добавляя более насыщенным можете не красным можете сделать коричневым цветом если вам не нравится красный цвет есть люди которые его просто не переносят и есть люди которые обожают поэтому тут дело такое если вы хотите другой цвет тюльпанов просто выберите гамму не знаю бывает ли сиреневые тюльпаны можно сделать светло розовые а сиреневые в середине как тень мне почему то кажется что тюльпаны в основном они красные и оранжевые так я вас прошу всех кто сейчас смотрит это видео внизу под видео напишите какие вам больше всего нравятся цветы и вообще какие бы сюжеты вам хотелось в росписи для ткани увидеть потому что как правило я выбираю цветы но нравится ли это другим людям насколько это актуально может быть интереснее пейзажи то есть на тюрьморке и здесь мы сейчас тоже сделаем так вот около белого серединку я делаю более темной и еще раз по тем линиям которые на схеме Я провожу красным цветом и оттеняю один тюльпанчик от другого. Ну и также, как мы и делали раньше, вы можете делать волнистые прожилочки, можете их не делать, если вам кажется, что это перебор, чтобы тюльпанчиков нету никаких таких прожилочек, значит их просто делать не надо, можете все уделать этими прожилками, тут как говорится, как настроение пойдет. А если что-то вам не нравится из того, что вы нанесли, возьмите жесткую щетину сухую и просто все растушуйте и все, все исчезнет. Как делать правильно, как делать неправильно, тут только личный опыт поможет во многом, не бойтесь ошибаться. Почти все ошибки можно исправить, как я уже и говорила, просто лучше всего, конечно, начинать рисовать на салфетках из натуральной ткани. Можете в магазине купить метражом и дома ее разрезать. Вот пример того, как я взяла, правда это не щетина, сухую жесткую кисточку и, можно сказать, все припорошила. Дело в том, что есть люди, которые очень быстро рисуют, я рисую всегда очень медленно, но чтобы видео не получались у меня по два часа, я пытаюсь торопиться сейчас. И не всегда это красиво получается, поэтому вы рисуете спокойно, не торопясь, и все получится хорошо. Так, что мы делаем, переходим на нижние пульпанчики. Так, я вот в тот цвет, который был, которым мы работали в предыдущеме, добавила белый, чтобы он стал еще светлее. То есть, чисто белый не надо, такой светлокремовый не будет. И закрашиваю полностью всю композицию тульпанчиков, которые внизу, закрашиваю этим цветом. Я хочу сказать, что успех зависит, конечно, от того, получится ли не получится картина, зависит от многих факторов. Но одним из важных, скажем так, является полная концентрация на том, что в данный момент делаешь. То есть, если одновременно будет работать телевизор, или с кем-то разговаривать по телефону, по скайпу, что-то еще делать, то идет расконцентрация. Иногда даже получается, что как будто бы два человека рисовали. Если вы что-то нарисовали, оставили, потом с другим настроением подходите уже, чтобы снова начать рисовать, то иногда есть ощущение, что это как другая рука, как другой человек. Поэтому, конечно, лучше выделить время всему этому. И все внимание на то, что сейчас происходит, как говорят здесь и сейчас, каждый человек, наиболее важный, это тот, который перед тобой в данный момент. Наиболее важное дело, то, которое сейчас находится перед глазами. Это очень важно полностью быть сконцентрированным на работе. Я вам предлагаю, чтобы у вас была фотография, или, может быть, на мониторе, на компьютере, был образец уже готовой работы, чтобы было понятно, что происходит, и куда все это дело идет. Потому что, если смотреть только видео, то не всегда понятно, что я делаю, для чего я это делаю. Лучше расписывать уже с готового. Это абсолютно несложно, это может научиться любой человек, тот, который никогда не рисовал. Потому что здесь можно перевести сам рисунок через копирку, и дальше, как в детстве, когда-то, с раскрасками, можно сидеть и раскрашивать. Если есть какие-то вопросы, конечно же, можете мне задать. Вот у меня и светло-оранжевый, и просто оранжевый цвет нанесен на линии, которые были нанесены по схеме, но все равно они просматриваются, проглядываются. Есть копирки разного цвета, есть желтые, красные, не обязательно брать синие. Я взяла темно-синий цвет, чтобы было хорошо видно через видеокамеру, что сейчас происходит, скажем так. Итак, я беру чуть-чуть, вот красный с оранжевым опять. То есть, если верхние цветы я брала чисто красный цвет, то здесь я уже его не употребляю в чистом виде, а с оранжевым смешиваю, чтобы получился от этого оранжевого на один тон потемнее. Здесь внизу нанесем в основании тюльпанчика. Где-то здесь можно, поверх оранжевого, который есть, в некоторых местах можно наносить. Красный. Чтобы отделить один тюльпан на другой, я наношу красный. Беру щетину жесткую. Почему щетину? Потому что ткань здесь достаточно толстая, если вы рисуете на тоненькой ткани, то конечно же не надо применять никакую жесткую щетину. Вот таким образом мы показываем, что есть оттенки более светло-оранжевого. и более темного оранжевого. Ну, собственно говоря, и все. С этим тюльпаном пока можно и закончить его. Переходим к следующему. Тут вот есть такая загогулина. Мы эту загогулину оранжевым цветом закрашиваем. Она волнистая, старайтесь не потерять эту волнистость. И вторая загогулина вверху. Тоже волнистая. То есть это один лепесток, другой лепесток. Они волнистые и между ними более, скажем так, насыщенное темное пространство. И вот снизу придать. Я сейчас беру белый цвет. И вот здесь белым цветом, скажем так, оттеняю один лепесток от другого. И здесь также. Сохраняйте волнистость, которая есть на схеме. И рядом цветок я сразу же делаю более светлый. Я использую белый, но поскольку он идет сверху бежевого, то он не носит чисто белый характер. А между ними я провожу оранжевым, чтобы разделить. Все лепестки, все тюльпанчики, они практически одинаковые. И из-за того, что я объясняю, это будет какое-то, наверное, бесконечно длинное и скучное видео. Поэтому вы можете просто взять и прокрутить. Я раньше ставила музыку и просто рисовала. И считала, что этого достаточно. И так все понятно. Но мне потом стали говорить, что ничего не понятно. Что если я рисую, значит я должна объяснять, какой сейчас цвет. Показывать на палитре эти цвета. Да, вот она палитра. Я иногда беру покраснее, пожелтее, пооранжевее. Хотя каждый раз я говорю, что надо что-то свое привносить. Не придерживаться так уж четко, скажем так, того, что есть. А как-то фантазировать все равно. Многие люди на начальном этапе придерживаются, как говорится, шаг за шагом. Чтобы все точно так же было. Фантазировать хорошо, когда уже умеешь рисовать. А когда не умеешь, то эти фантазии иногда могут, не то что боком обернуться. Ну, чтобы вещь не была испорчена, скажем так. И так, и так, и так. Делаем одну полоску светлую, вот как по схеме было. Одну полоску пожелтее, посветлее, потемнее. Почему сначала кремовым цветом был нанесен? Ну, где-то он выглядывает, и пусть он так и останется. Чтобы не было все одного цвета. Либо белого, либо желтого. Либо белого цвета. Либо белого цвета. Либо белого цвета. Ну, можно оставить. У следующего наиболее светлое пятно вверху. То есть опять же, лепестки своими верхними кончиками, они более на свету, поэтому мы их рисуем более светлыми. И оранжевой красочкой контур. Серединка всегда потемнее, вот кончики белых лепестков они здесь соединяются, и вместе их соединений я наношу оранжевый цвет, как видите красный здесь уже практически, потому что должно быть ощущение, что эти тюльпаны очень и очень светлые, поэтому самый темный цвет идет оранжевый, но все-таки больше пространства нужно оставлять для светло-бежевого, для белого. Спасибо. Вот так и все, тоже с этим тюльпанчиком. Когда чуть-чуть впитается краска, можно прожилочки сделать, можно их не делать, я беру сейчас красно-оранжевый, опять его беру. Для чего? Здесь два тюльпана соединяются, их надо разъединить, чтобы не было такого слияния окончательного, чтобы было видно, что есть один тюльпан, есть другой тюльпан, сейчас вот здесь что-нибудь посветлее сделаем, этот край тюльпана посветлее, а этот край тюльпана посветлее, а этот край тюльпана посвященнее, все, мы их разделили, и последний цветочек, даже не верится, что произношу это слово. Тоже я беру белый цвет, вот он белый, но поскольку здесь уже много всего, скажем так, оранжевого, бежевого, цвета, уже не смотрится как белый, так вот эти линии, вы их не потеряете, пожалуйста, которые от схемы, вот они, оранжевым цветом надо наметить, и не потерять волнистость, тоже оранжевым цветом, здесь их несколько лепесточков, все они волнистые, я по-моему уже говорила, что схему этого рисунка можно взять в открытых группах, рисуем на ткани, в фейсбуке, в контакте, в одноклассниках, так, потому что без схемы, я думаю, будет достаточно сложно нарисовать, если кто обучался в школе, художников или в училище, конечно, им не составит труда, и все, все пространство белым, все пространство белым, и можно сказать, что мы закончили тюльпаны, затем, попозже, я покрою там, где белый цвет, белым перламутром, вы можете это делать, можете не делать, это необязательно, это на любителя, еще, конечно, если есть этот белый перламутр, его может и не быть в магазина города, почему я сразу не делаю белым перламутром, потому что он полупрозрачный, и он не дает цвет как таковой, то есть, если я бы сейчас нанесла, то всю эту подушечку было бы видно, и какая-то тоненькая такая пленочка, блестящая, перламутром была бы на ней, так, что у нас тут идет, что у нас идет край, и чтобы не было такой резкой разницы между светлыми и темными, если у вас тонкая ткань, просто возьмите любую сухую кисточку, можно такую взять, любую, и тоже можете сравнять, чтобы не было такой ярко выраженной разницы, и здесь можно взять тоненькую кисточку и какие-то сделать прожилочки, но сейчас, чтобы я не делала все эти прожилочки, они просто исчезнут, ткань очень мокрая, оставим пока в покое, возьмем темно-зеленый и светло-зеленый, и за листочки принимаемся, я взяла светло-зеленый, темно-зеленый, немного желтого, надо даже бежевого добавить, чтобы, если зелень очень яркая, кричащая, то ее можно приглушить какими-то бежевыми тонами, начало наносим светлый оттенок, вот эти стебельки, которые выходят из-под цветов, до в этот момент, надо здесь темно-зеленым закрасить, потому что тень от тюльпана падает, и стебелек он всегда пониже находится, то есть если мы сделаем его ярким, то будет ощущение, что он прилеплен сверху, и снизу я даю еще более темно-зеленый оттенок, вот есть линия посередине, посмотрите на схеме, я эту линию тоже темно-зеленым закрашиваю, а весь листочек светло-зеленым, так, краски у меня достаточно густые, я разбавляю их водой, и если у вас густые краски в самой баночке, не надо воду лить в баночку, можете разбавлять, но здесь на палитре, потому что есть краски, которые не рекомендуют разбавлять водой, на одних написано, что можно дистиллированной водой, на других написано, что специальным разбавителем, который продается в этой же, скажем, у этого же производителя, поэтому смотрите так, чтобы ничего не испортить, потому что в том магазине, где я покупаю краски, мне сказали, что вот есть такие-то, такие-то краски, в Бразилии их делают, они, если не разбавителем разбавлять, а просто водой, они просто не возьмутся, когда постираешь вещь, то вся эта краска уйдет, поэтому читайте внимательно, что пишут. Листья здесь, скажем так, не играют главной роли, поэтому, если вы их сделаете, как сказать, весенняя зелень, такой цвет, то они будут на себя оттягивать внимание, и это неправильно, нехорошо будет, потому что внимание здесь все должно быть приковано именно к тюльпанам, именно к тюльпанам, они главные герои этого рассказа. и пусть так и будет, и надо забирать внимание у тюльпанов. Так, сейчас более или менее светло-зеленую, и внизу. внизу есть, что у нас, внизу здесь есть, тоже есть, внизу зеленый листочек, и его тоже светло-зеленым закрашиваем, а потом темно-зеленым можно просто и на всех стебельках, тоже снизу пусть идет темно-зеленый, а вверху идет светло-зеленый. где-то будет какой-то момент, что светло-бежевый, смотрите на рисунок, как там, и делайте в соответствии с рисунком. так, все не вмещается, поэтому я передвизаю камеру, так, а здесь вот тень падает наверх, вернее не тень падает, а более темная часть приходится наверх, вот, собственно, пока с листьями все, потому что, если сейчас мы начнем с наносить какие-либо оттенки, ткань мокрая, и тем более ткань у меня очень такая толстая, все эти оттенки просто провалятся вовнутрь, ничего видно не будет, и я сейчас предлагаю нанести темно-коричневую краску на внешний круг, почему на внешний круг, а не на внутренний мы начинаем? ну, потому что сейчас тюльпаны они еще не высохли, скажем так, и краска, которой мы сейчас будем темной работать, если она вдруг попадет на территорию лепесточка, она может просто все испортить, а когда уже краска на тюльпанах подсохнет, она уже, скажем так, не пропустит другую краску, вот, так, ну, сейчас посмотрим, как получится, вот я взяла желтую краску, да, и смешала с зеленой, чтобы получился некий такой, приглушенный светлый оттенок, и немножечко внизу здесь сейчас разбавлю этот зеленый цвет, можно взять желтый для этих целей, а можно, конечно, брать не желтый, а бежевый, более нейтральная краска, ну, вот, пожалуй, и все, вот сейчас я беру светло-коричневый, и по центру тоже идут, светло-коричневый, такой зеленый со светло-коричневым, дают немного цвет, можно назвать его оливковым, или как, так, то есть, дополнительный оттенок, чтобы листик у нас не был плоским, все, готовим темно-коричневый цвет, либо, либо черный цвет, вы сами выбирайте, для внешнего круга подойдет как темно-коричневый, тогда в середину будет светло-коричневый, так и черный, тогда в середине будет серый цвет, я взяла несколько оттенков темных, темно-серый, темно-коричневый, и еще один темный оттенок, все это я смешиваю, чтобы, в общем, получилось, скажем так, черно-коричневый цвет, если вы будете смешивать несколько оттенков, лучше всего сразу же взять достаточно большую массу, потому что второй раз можно не попасть, скажем так, в этот тон, а если вы будете расписывать какой-нибудь одной краской, то потом можете добавить, но если смешиваете, то значит, надо сразу много смешивать, чтобы было достаточно, все, и раскрашиваем, расписываем ту часть, которая находится за кругом. Грустящая пинька, она просто пида, она обновляет. Лизуни, онлайн. она кислором, онлайн. Продолжение следует... 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 это оранжевый цвет, оранжево-желто-белый, дальше светло-коричневый и темно-коричневый, чтобы все было в одной цветовой гамме, только разные оттенки, разные тона, светлые, темные. И так все про внутреннее пространство заполняем, внутреннее пространство достаточно легко заполнять, самый сложный момент, это там, где много тюльпанов, много листьев, стебельков. Если вы все правильно изначально нанесли, то вы сейчас введите эти пространства светлые и сюда заполняете светло-коричневый цвет, если вы выбрали в коричневых тонах сделать. Если же изначально какие-то линии были пропущены, то, конечно же, сейчас сложно сориентироваться, поэтому я несколько раз вам напоминала о том, что, пожалуйста, посмотрите, посмотрите внимательно. Если вам сейчас сложно понять, где какие линии и чему они принадлежат, положите схему перед собой, чтобы видеть, и там, где не хватает лепесточков или стебелечков, можно сразу же сейчас нанести. Я вот, например, нашла одно место, где должен был лепесток, но я этого не увидела, когда наносила краски на тюльпаны. Я еще раз хочу напомнить, что это парная подушечка, у меня есть другая пара, где тоже букет тюльпанов, где также есть внутренний круг и внешний круг, также на внешнем круге есть сетка золотая, но если вы считаете нужным перенести схему этой сеточки на ткань, вы можете это сделать, но на мой взгляд это не обязательно, потому что, когда вы наносите темную краску, то эта сеточка, все, что вы нанесли, она просто исчезнет, и ваш труд будет напрасным. Поэтому можно делать не как сеточка, а в диагонали, чтобы получилось ромбиками, или от руки потом попробовать. Моя рекомендация подождать, чтобы краска на внешней стороне высохла, и затем либо золотой краской, либо желтой наносить эту сеточку. Если ткань будет мокрая, то золотая или желтая краска, они возьмут и просто, как сказать, впитаются, разъедется эта краска. Сложно будет соблюдать форму зигзагообразную форму зигзагообразную. Краска может впитаться, либо сама полоса может быть очень и очень толстой. на мой взгляд, по-моему, все. Что у нас здесь, что у нас здесь. И сейчас можно нанести оттенки для там, где зеленые, там, где зеленые листочки. С тюльпанчиками, можно сказать, мы закончили. С внешней и внутренней стороной мы тоже закончили. Там, где соединяется круг, мы затем сделаем золотую полоску, линию. Золотую, можно белую, можно желтую. Но так, чтобы это символизировало, что тюльпаны находятся в рамке. Может, это картина, может, это еще какая-то рамка. Я сейчас беру темно-зеленую краску. И вот там, где стебелек выходит из-под тюльпана, я делаю темный цвет, чтобы показать, что тюльпан находится наверху, а стебелек выходит из-под него. И также темным цветом с двух сторон провожу. Не закрашивайте весь стебель, пусть середина остается той краской, которой мы нанесли, светло-зеленой. Здесь так же само. Стебелек выходит из-под тюльпана, тюльпана, значит, в этом месте более темный. По краям делаем темные полосочки. А посередине наиболее светлый. я сейчас взяла бежевую красочку, вот она, бежевая краска, светлая, и провожу несколько линий посерединке. Собственно говоря, со всеми стебельками мы работаем одинаково. В месте соединения с цветком более темный цвет. Так. опять беру бежевый цвет листочек листочек у нас посередине, посмотрите в схеме, там есть такая полоска все что ниже этой полосочки мы делаем темно-зеленым то есть низ листа темно-зеленый и середина отмечайте середину этот лист идет вот сюда и мы темно-зеленым проводим здесь вот у меня здесь чуть-чуть коричневая краска попала на территорию стебелька и опять бежевой краской я провожу несколько линий очень тоненьких краска практически впитывается ее можно сказать что не видно внизу здесь один листочек этот листочек выше и он накладывается на другой более длинный поэтому в месте соединения этих двух листьев я опять на нижнем листе делаю темно-зеленую краску этот лист повыше и этот пониже поэтому там где на рисунке они соединяются тот который пониже он имеет более темный цвет этот лист идет к другим тюльпанам и в месте соединения с тюльпанами мы делаем опять темно-зеленый чтобы показать что этот листок выходит из-под тюльпана на него падает ну можно сказать тень так а вот здесь я сейчас еще раз пройдусь светло-зеленым чтобы показать разграничения это один лист а вот это другой так и что мы делаем дальше сейчас с одной стороны наносим темный цвет но не надо его закрашивать весь темным все таки он находится на вверху на солнечной стороне пусть он таким и будет так вот эти тюльпанчики мы делаем по краям темно-зеленый и наносим середину оставляйте светло-зеленые края темно-зеленые, серединка светло-зеленая и у нас еще есть внизу листья я продолжаю работать теми же красками темно-зеленый, светло-зеленый, бежевый здесь я делаю темно-зеленый цвет, кончик листочка темно-зеленый, вы знаете, в декоративной росписи не всегда надо искать логическое подтверждение, почему это так, а это так иногда надо принимать так, как оно есть почему окончание листа темно-зеленого пусть будет так и дальше серединку отметьте темно-зеленым, а все остальное ставьте той зеленой краской, которую вы наносили до этого и здесь внизу тоже самое темно-зеленый, отмечаем середину и здесь также у нас есть тюльпанчики стебельки и вот тут чуть-чуть посмотрите на схеме, там они указаны, но они настолько маленькие и короткие, что сложно разобраться, где есть какой лепесточек но по большому счету можно сказать, что с той частью, где тюльпаны мы справились единственное, что здесь еще можно, это нанести перламутровые краски на сами тюльпаны и на зеленые листочки сейчас приготовьте золотой цвет или желтый, желтый лимонный и будем делать сеточку чтобы нарисовать золотую сеточку смотрите, у меня есть золотой цвет ну такой, зеленоватого что ли оттенка есть золотой цвет рыжего оттенка есть медного оттенка но если я сейчас нанесу любой золотого цвета то он, скажем так, исчезнет, провалится на темном фоне поэтому я сейчас взяла желтый цвет вы можете, если есть золотой цвет, вы можете сразу же делать золотым но я сейчас делаю сначала желтым цветом а потом, когда желтый цвет высохнет, я сделаю блики этими золотыми тонами для того, чтобы сделать то, что нам надо сделать я беру линейку и вот от одного угла, скажем так а второй угол ну, видеокамера пока не позволяет мне показать но, поверьте, второй угол точно так же по диагонали ложится на противоположный угол зачем нам это надо? нам это надо за тем, чтобы видеть что ровно нарисовано дальше я беру ручку, которая у меня не рисует не рабочий стержень, скажем так ну, вы можете что-то взять и наношу линию зачем я это делаю? дело в том, что если все делать на глаз то может получиться такая история, что одна линия будет так, другая пойдет немного в кость в кость и в кость или в эту сторону чтобы вот такого не получилось конечно, желательно как-то наметить эти линии и мой совет не делать эти линии очень близко потому, что если сеточка будет очень мелкая ну, это будет красиво ну, это очень много работы если вы человек терпеливый если вы человек терпеливый у вас очень много терпения времени то можно, конечно, делать мелкую сеточку и сейчас наносим линии условно говоря, параллельные друг к другу можно делать ровные линии тогда у вас будут ромбики и если волнистые то будет напоминать сеточку работа эта кропотливая поэтому я покажу только часть работы все остальное подушечку точно так же из любого угла сразу же линейка делаем противоположный угол диагональ намечаем где это все где это все так и сейчас я беру линейку делаю из одного угла в другой скажем так и вот сюда подвожу ее с одного угла в другой она у меня подведена и точно так же намечаем потому что она будет проходить и сквозь цветы которые здесь есть можно это вообще все абсолютно делать на глаз если у вас хороший глазомер если он не очень хороший то если он не очень хороший Если вдруг вы что-то где-то ошиблись, можно взять мокрую салфетку и все стереть. Я вам рекомендую делать это то, что я сейчас делаю, тогда, когда основа темно-коричневая высохнет. Продолжение следует... 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 светлой краской чтобы показать что тюльпаны у нас они какие волнистые тюльпаны скажем так и сейчас это у меня оранжевый цвет я продолжаю то есть можно конечно этого не делать от этого рисунок абсолютно не изменится ничего не изменится но можно проложить волнистые линии придать ощущение что тюльпаны они волнистые тюльпаны если есть такое слово допустим возьмем этот цвет я беру оранжевый цвет и делаю немножко волнистых линий на встречу этой оранжевой краски я беру желтую и делаю несколько волнистых линий вниз я еще раз повторяю если это не нравится можно просто пропустить и не делать если кажется что это излишество ни к чему не нужно что это только портит все всегда есть место выдумки выдумки творчеству а также всегда есть место перебору тут очень важно не не перебрать желание что-то улучшить вот здесь прямые линии как вы видите в общем то их можно и оставить такими какие они и есть а можно дать чуть волнистые вовсе не обязательно делать все так как делаю я у вас есть схема у вас есть приблизительно как рисовать делайте так как вы считаете нужным так возвращаемся мы к золотой сеточке сейчас здесь уже чуть-чуть все подсохло давайте попробуем разным золотым цветом я возьму сейчас чтобы было наглядно видно вот беру золотой цвет который чуть-чуть скажем так зелено не зелено я даже не могу определить этот цвет то есть он мало чем отличается его практически не видно его будет видно только на свету когда будет падать свет свет а извините солнечный свет либо искусственный свет тогда он будет блестеть вот смотрите я этим же самым цветом золотым да так ну давайте я здесь вот так видно вот здесь вот провожу желтый цвет он гораздо ярче чем если бы я сразу рисовала только золотым так все я убираю этот цвет я просто хотела показать так ли это смотрится если мы сразу будем наносить я вам до этого говорила что если что то у вас не получилось ровно вы всегда можете взять салфетку и убрать это все что я сейчас и делаю так сейчас дальше я беру рыжий золотой цвет и тоже им наношу так этот цвет уже в общем то и отличается немного да от желтого цвета он немножко отличается но не знаю лучше будет или хуже если им нарисовать и теперь я беру такой бронзовый цвет он более темный более стальной можно сказать и им рисую сейчас ну даже не знаю какой из трех лучше какой из трех дает ощущение золотой сеточки все в общем то работа у нас практически закончена если у вас будут вопросы напишите вступайте в группы роспись на ткани эти группы есть в фейсбуке в одноклассниках в контакте и во всех этих группах есть фотографии схемы схемы к моим видео мастер классом есть альбомы с моими работами и есть бесплатные видео вступайте подписывайтесь на мой канал вы всегда будете получать извещение о новых видео мастер классах и возвращаясь к этим тюльпанам я сейчас на трикотажной кофточке нарисую тюльпаны которые идут в комплекте к этому и тот рисунок который на кофточке вы можете нарисовать на другой подушечки тоже обвести ой мы забыли одну вещь мы забыли одну вещь я только сейчас ее увидела смотрите у нас есть есть рамка есть у этих у этого в этой композиции есть рамка вот она я беру золотой цвет я уже до этого говорила что рамку мы рисуем последний так это пропало цвет совсем пропал сейчас медным и обводим рамку надо сделать так чтобы она рамка это разделяла внутренний и внешний сейчас еще раз чтобы она разделяла ну не знаю насколько она разделяет этот цвет насколько разделяет можно конечно пойти другим путем нужно взять либо черный перламутровый цвет либо взять черный глиттер и нанести на край рамки нанести на край рамки и сейчас я растушую чтобы разделить внешний круг с внутренним перламутровая краска внизу еще сырая поэтому надо было немножко подождать так я сейчас наверное вообще все уберу и вот этим черным нанесу по всему кругу вы можете круг наносить таким цветом каким вы считаете нужным а главная суть всего это отделить внешний круг от внутреннего каким то цветом все всего доброго я желаю вам творческих успехов и любите себя любите свои работы рисуйте все придет с опытом успехов все все и все все